Ваша реакция на происходящее сейчас в медийном пространстве, такая активная дискуссия, обсуждение, как в положительном, так и в крайне негативном ключе. Удивлены или, в принципе, ожидали такой реакции? Да нет, это же не сейчас началось. Песня была записана в мае. Уже тогда она вызвала резонанс среди интернет-пользователей. Уже тогда были негативные отзывы, положительные. Но положительных было больше. К вам обратилась Анна Александровна или вы к ней? Как вы в итоге нашли общий язык и встретились? Песня многим нравится людям, потому что она патриотичная. И позвонил помощник Анны Александровны, так скажем, с приема. И попросили песню. Ради бога, мы хотим спеть. Я говорю, ради бога, пойте, я без проблем. Нравится, пойте. И все, и они ее спели. И мне понравилось, какая они спели. В позиции тех, кто критикует и негативно относится, может быть, к вашему произведению, есть какое-то здравое зерно? Или вы считаете, что это просто какие-то неудачники политические? То, что, ну вот, такие противники, да, ну, это, знаете, там в основном большинство, вот, да, если вы вот зайдете ко мне на канал, там в Ютубе посмотрите, там большинство противников фейковые, так называемые тролли. То есть, они что-то отписали, и раз пропадает, допустим. А к ним заходишь, да, и там, у них там ноль подписчиков, там. То есть, это одноразовые пустышки. Кто, чья задача, да, вот, ну, так скажем, забраковать мою идею, там, поддержки, там, нашего руководства политического. Главный посыл, который вы, сочинив эту песню, испев ее, какую, что вы хотели этим сказать? Общественности, жителям России. Вы знаете, ну, меня, как бы, эта тема давно, да, беспокоила. То есть, я, на самом деле, я люблю свою страну. Я уважаю своего президента как офицера, да, и как руководителя, да, нашей страны. И вот много же, да, происходит там, вот, среди, так скажем, вот, артистов, да, очень много противников, да, которые, там, выступают, там, против, да, там, что-то, ну, там, плохое говорят. Ну, я считаю, что это неправильно, потому что мы живем в этой стране, мы родились в этой стране. Какая бы там власть, ну, плохая, неплохая была, ну, мы не имеем права, да, говорить что-то плохое о нашей стране и о нашем, так скажем, руководстве. Да, да, мы наглядно видим, что действующая власть делает, да, для нашей страны. То есть, ну, это видно, да, то есть, невооруженным взглядом. Поэтому вот те музыканты или те артисты, да, которые критикуют, я решил, что я сделаю противовес такой, и спою, напишу песню, то, что действительно думает народ. Потому что, если вы обратили внимание на мое творчество, то сам я из народа и пишу народное мнение. Причем на разные темы, там. И я пою, я называю вещи своими именами. Вот вчера смотрел по «Россия-24», там подчеркнули, что, типа, вот, там, некий Антонов, да, там, он вот использовал из организма, гегемон достал. А как я еще по-другому спою? Если они реально достали, они со всех сторон просто окружили эти натовскими своими войсками. И что мне теперь радоваться, что ли? И я реально вижу то, что наш, так, скажем, дядя Вова, да, он просто сохраняет целостность нашей страны, отстаивает интересы на политическом рубеже. Меня обвиняют, говорят, что я, там, плагиатом занимаюсь, да, я, там, восхваляю власть, там, или что-то, да. Ну, я сам служил в горячей точке, да. Ну, видите, все перевернули. Меня, там, обзывают таким человеком, что, вот, я, там, да, там, какой-то подхалим, там, путинский. И у меня, там, ну, я многое читаю, сейчас ажиотаж создался вокруг песни. У него, там, машина новая, квартира. Да, успокойтесь, ради бога, я езжу на старенькой машинке, живу я на съемной квартире. Сам я из Ульяновска, я не москвич. Поэтому никто мне не спонсирует, никто мне денег не дает за это. Я это написал на голом, на чистом своем энтузиазме. Может быть, в ближайшее время в планах есть такие музыкальные произведения, в которых социально-политический подтекст, какой-то контекст будет присутствовать? Я на заказ не пишу. А в будущем у меня есть, да, какие-то планы. То есть мы записываем сейчас пластинку первую, потом будем уже, ну, я там начал уже писать старую пластинку. Я думаю, что я еще узевлю как своих поклонников, так и своих противников в следующем песне.